Не сильно много, но все очень-очень стойкие, 4 человека, группа и наш очаровательный координатор, который давал растрагляцию все это время. И обсуждали вопрос международных отношений, знаете, как вопрос, часть социального самочувствия. То есть, на первый взгляд, в принципе, такой небольшой сектор, который может не сильно влиять на общественное сознание, может показаться. В принципе, самому количеству участников это тоже показалось, что немного людей, да, потому что тема может не совсем актуальна. И теперь, прежде чем перейти к цифрам, я бы небольшую аналогию объяснить. Знаете, представьте, в семье развивается, вот ваша семья, вот в семье что может создавать? Комфорт и уют. Комфорт отношений, то есть, что самое важное? Вот хорошая экономика семьи, я не знаю, благоустроенный двор, я не знаю, то есть, количество диванов и так далее, то есть, или все-таки отношения между людьми? Так вот, то есть, по нашему мнению вопрос международных отношений, это комфорт, взаимодействие, комфорт такой, который формирует социальный комфорт. Который все-таки первичнее, наверное, чем инфраструктура. Я думаю, люди, которые, имея все здесь, в Москве, переезжают жить в Гуа, переезжают не потому, что там инфраструктура, экономика и так далее, и так далее. И теперь, переходя к цифрам, мы тут, да, цели и проблем, которые отлучили. То есть, номер один проблема, угроза мира, как вы понимаете, мира имеет смысл, то есть, мир в отношениях, в сознании, то есть, они какого-то планета. Потом, следующим вопросом, когда ранжируем, низкая актуальность вопроса, то, о чем я и говорю, когда вопрос межнациональных отношений воспринимается как некое периферийное, то есть, в котором такое некое периферийное отношение. И третье, по ранжиру у нас оказалось вопрос дискриминации. Тоже дискриминация, которая проявляется не только в вопросах межнациональных отношений, это как сегрегация, которая, то есть, в экономическом плане, то есть, проявляется, то есть, в обществе. Дискриминация может в разных, то есть, алипостасях проявляться, и это является, то есть, нарушением социальной справедливости, то, что вызывает, то есть, непосредственно, то есть, вот, конфликтное, то есть, отношение. Теперь, переходя к целям, исходя из проблем, мы пытались огласить цели. Цели – это укрепление международного согласия мира, укрепление отношений путем народной дипломатии и выводных механизмов урегулированных международных конфликтов. Цели здесь тоже отражены, то же самое. И миссия. Миссии каждый из членов клуба увидел свою, но в одном мы были солидарны. В общем, общую миссию мы все увидели сохранение мира, сохранение и укрепление мира. То есть, в таком более, может пафосно звучать, может слишком глобально звучать, но так и есть. Потому что, то есть, сохранение и укрепление отношений зависит от всего остального. Теперь, говоря о статистическом планировании по годам, нам необходимо было, то есть, через различные лица мы определили, то есть, через различные лица, как можно было укрепление, что может повлиять на укрепление международных отношений. Но, в принципе, и в целом. То есть, здесь по аквализм, как бы вот, ну, накидали мысли, которые хотели бы, может, увидели бы. То есть, не только международные отношения, но за чем-то, экономика, да. То есть, вопрос пенсионного возраста, то есть, вопрос минимального обеспечения людей, которые старались во благо страны и вообще просто поражили нас, наших граждан. Вопрос каких-то социальных благ, которые, в принципе, мы в силах сделать и даже планировалось. То есть, здесь 6-часовой рабочий день, то, что даже планировалось еще в 50-е годы. Вопрос обеспечения собственными сельскохозпродукциями, которые мы способны. Вопрос энергетический, что-то вот нового. У нефти мы возвращались в качестве, то есть, сырья для каких-то изделий народного хозяйства, а не как энергетическому насилию. Лучше читать. И, хорошо, когда корректируем под это, там, культура. Принятие закона о культуре. 60% внутреннего проката фильмов и 10% мирового проката, чтобы были наши фильмы. Потом большое, больше времени на выделять культуру в школах, вузах. Ну, и, так иначе, внешняя экспансия наших культурных, чтобы люди понимали нас, и нам лучше было приносить наши идеи во мне. Вопрос идеологии. Принятие, конечно, национальной идеи. Все это, мне кажется, очень поддерживает. Потом законодательная защита от традиционных ценностей народов Российской Федерации. Интеграция идеологии во все сферы жизни, чтобы это отражалось в образовании, в культуре и везде. Основные ориентиры идеологии видим, совесть, праведливость, гражданская ответственность, гуманность. Также внешняя экспансия не самое, конечно, сильное, ну, такое дипломатичное слово, но и также, то есть, внешний экспорт идеологических ценностей и вожительное отношение между конфессиями, народами и керами, и добрососледственными отношениями. В вопросе политики увидели социально-гуманистическую идею. То есть, это некая, точно не капиталистическая и не коммунистическая, ну, некая такая идея. Реальная многопартийная, конкурентная политическая система. И чтобы в политической сфере допускались только те люди, которые в своей профессиональной сфере добились от успеха. Не просто от успеха. Ну, в социуме социальное согласие, полное отсутствие международной напряженности, чтобы вопрос вообще на поездки не был. Высокий уровень внутренней миграции. Здесь мы чтобы понимали внутренней миграции, чтобы люди могли жить в любой точке нашей страны, где хотят, чтобы люди возвращались, ну, к примеру, как те, которые вынуждены были уехать. Высокий уровень жизни, увеличение возраста. Жители, как у нас принято сказать. Отсутствие социального сироста полностью и победа над некоторыми излечениями, болезнями. Ну, в принципе, все. Мировоззрение? Сохранение, преображение культурных и исторических ценностей. А для линзы норма? Нет. Мы, знаете, вот некоторые линзы, вот, увидели, что вопрос, к примеру, то есть в линзе идеологии, то есть очень много, вот, можно его, вот, рассматривать через линзу и мировоззрения. То есть, ну, влиять на линзу, к примеру. То есть, верхний блок нормы придания энтологической ценности. Значит, планировать изменения придания даже из пятого будет, ну, не совсем. Просто простой вопрос еще. Да или нет? Нет. Да. Мы объединили в одну линзу. Нормы придания энтологической ценности. Какого? У первого зрения все идеология рассмотрели. Понятно. Да. Хорошо. Послушаем. Да? Молодцы. Благодарим. Да, в идеологию, в экономику, ну, и два человека, они, вот, с утра, я думаю, сами же продают. Хорошо. Спасибо.